друзья всем привет и мы продолжаем игру чайпашки ниндзя легенды и сегодня у нас испытание день дони завтра я планирую снять испытание космические странности поэтому друзья под этим видео пишите свои составы для испытания космического есть странности ну а сейчас испытание день дони в этом испытании всего семь эпизодов ограничено количество героев участвует только бакстер стокман бакстер муха железная голова и приланил пулиберизатор доктор роквелл мутагеноид и еще тигриный коготь ну что ж друзья давайте-ка я возьму для первого боя вот одного бакстера стокмана и мы посмотрим как он справится с этой вот волной врагов и так сразу же массовая атака от бакстера стокмана выпускает маусеров которые бегут взрывается и подрывает первую волну без проблем и уничтожая супер дальше он попытается справиться со второй волной где его уже дожидает пулиберизатор за их приладим плюс крысы вот без проблем уничтожает а вот с третьей волной уже придется посложнее закончились у нас массовой атаки и его встречает три дони ну первого вот он монстра выбивает ракетой второго ударами манипулятора ну и вот все пришла очередь дони оригинальный наносит удар классический стреляет из телепортационной пушки и пока на это все ну что ж друзья итак попробуем выбить оригинального удар манипулятора неплохо срабатывает а мультяшный дони пока прокачивает дополнительную защиту а вот бакстер стокман уже выпускает взрыва взрывных маусеров которые взрываются и приносят нам победу на три звездочки ну что ж неплохо крутой все-таки герой бакстер стокман вот очень нравится этот персонаж когда я начинал вот играть эту игру он попался одним из первых поэтому этот герой для меня очень вот близок и очень классный вот супер ну что ж друзья для второго боя давайте-ка я возьму железную голову тоже один из ярчайших героев кто смотрел мультик в нем очень он крут отлично итак давайте-ка друзья а сразу же нанесу массовую атаку ракетами из глаз нашего вот железной головы вот бить и без проблем уничтожает первую волну ну и это все к сожалению массовые атаки закончились ой и приснил посмотрите друзья какой прикольный момент железный голова будет воевать со своим клоном тоже железной головой плюс еще а бакс вот это у нас доктор роквелл ну а пока пусть наши железные голова активирует способность вот привлекать себе внимание вот опять же вот враги его такой ага и смотрите вот вражеский железный голова тоже самое сделал но наш его быстренько завалил и осталось добить остальных врагов вот супер ну что же добиваем доктора роквелла и переходим к третьей волне и с друзья опять же нас встречают вот вражеские роботы крэнга плюс три дони дони видения дони ролевики дони космический но для них есть сюрприз вот поджарим 1 вот из роботов огненной атакой вот а что-то пытается сделать робот крэнга ну давайте-ка друзья я вот его выбью обычным ударом а донателл на вот возьмем с вами накроем ракетным ударом но начале дони ролевик атакует нашего железную голову огненным шаром а дони космический вообще усиливает атаку своего вражеского отряда вот что сделает дони видение а он рубит фигурку тигриного когтя усиливая свою атаку ну что ж давайте-ка я привлечу пока внимание вот так уменьшив скорость врага и нанесу ракетный удар и поставлю точку в этом бою ну что ж крут крут железный голова без проблем расправился со вторым эпизодом и мы переходим к третьему и так друзья давайте-ка посмотрим что же наш ожидает третьем эпизоде какого героя возьмем давайте когда для а третьего эпизода я возьму доктора роквелла все-таки яркий прикольный герой один из команды мута немалов и посмотрим как он справится с этой битвой с очередной вот волной и также сразу же массовая атака метаем кинжалы мечи вот куда и без проблем уничтожает первую волну а со второй уже придется хуже вот массовых атак не осталось поэтому давайте-ка я прокачаю пока дополнительную защиту вот так здорово и начнем выбивать врага понемножку ну а сейчас очередь врагов и так белка ноиды атакуют кусает доктора роквелла ну а доктор роквелл первым делом попытается выбить эйприл вражеского хиллера лекаря который может подличивать удалось выбить вот эйприл анил но макмен атакует да и вот другие монстры тоже атакует доктора роквелла ничего страшного давайте-ка я попытаюсь вот запинать пока белкоидов белка ноидов прошу прощения вот макмен пытается расплющить своей ногой доктора роквелла но доктор роквелл пока неплохо держится и пытается добить оставшихся врагов ох ничего себе разошелся доктор роквелл но я думаю сейчас мы с ним справимся только прокачаем дополнительную защиту вот так здорово защита прокачена удар телекинезом и макмен отправлен на перерождение а для третьей волны я использую сейчас массовую атаку и опять же забросаю врагов кун кинжалами куна и мечами и вот так даже вот вижу какая-то нагината то ли вот какой-то меч в виде копья вот возможно то благ лево ну тем не менее у враг уничтожен и мы проходим третий эпизод и приходим четвертому просто супер ну что ж друзья для четвертого эпизода давайте-ка я возьму мутагеноида и отправимся с вами в битву посмотрим как этот вот мозг справится кстати кто по мультику не видел мутагеноид это пульверизатор который подставился под мутаген и превратился в такого монстра вот я друзья сразу же использую массовую атаку удар ладонями вот просто расплющивает крыс мутагеноид и переходит ко второй волне вот что у нас здесь за возможности и так удар потных ладоней вот выбивает гигантского робота кренгов пульверизатор дразнит нашего мутагеноида и как забавно происходит вот мутагеноид это тот же пульверизатор и он столкнулся со своим двойником но до мутирования вот прикольно получилось вот такая вот забавная битва и так мутировавший таракан и терминатор атакует нашего а вот мутагеноида но нам надо пока добивать пульверизаторы потому что он оскорбил и привлек внимание вот ударом мутагеноид выбивает этого монстр этого героя и пытаемся добить уже мутировавших тараканов терминаторов бабочки вот супер враг уничтожен остался доктор роквелл и наш мутагеноид его добивает и мы переходим третьей волне супер и так откатились у нас способности и сейчас мы можем вот использовать массовый удар но вначале давайте-ка я добью вот этих роботов кренгов чтобы они не мешались у нас под ногами а донателлы пришли в ярость и космический доник пытается поджарить нашего мутагеноида плазменным ударом из груди вот тот выживает но как видите враг атакует и так вертолетный атака классического дони наносит урон а дони видение все качает и качает вот кстати что он качал он прокачал друзья вот атаку ну что ж массовый удар ладони мутагеноида просто вот сметает волну донателл и мы празднуем победу супер ну что ж крут крут мутагеноид классный герой вот и мы получаем кстати в награду днк донателла ролевого что конечно же здорово и переходим пятой волне супер и так друзья для пятой волны давайте-ка я возьму тигриного когтя тоже достаточно яркий прикольный персонаж правда видите враг становится все сильнее и все круче и нашему тигриному когтю не просто будет его победить и сразу же массовая атака при помощи бластера вот без проблем уничтожает первую волну переходим ко второй белкой ды плюс роботы крендов и уча ударом мечеты он выбивает первого робота кренга с белка ноидами будет немножко посложнее а вот привлек себе внимаешь не этот белка ноид но я думаю наш тигрин и коготь должен справиться и так при помощи морозного пистолета он его вымораживает оглушает уничтожает остальных оху ничего себе как они привлекают внимание вы видите появляется особый значок вот и наш тигрин и могут коготь только его может атаковать и так супер вторая волна пройдена и мы переходим третий есть будет все немножко сложнее тем не менее 1 попытаюсь выбить эйприл онил есть эйприл удалось нам вот выше бить белка ноиды продолжает атаковать но я надеюсь что наш тигрин и коготь сейчас обновить способности и попробовать справиться с вот этой молной волной монстров отлично и так монстры мутантов и робота до массовая атака обновилась и тигрин и коготь стреляет из бластера вот вышибает сразу же троих врагов доктор роквелл выжил но надеюсь что ненадолго и так удар мечеты отправляет и этого врага на перерождение а мы переходим к четвертой волне и здесь нас ожидают целых четыре дони вот мы подмораживаем робота крэнгов а сейчас попробуем справиться и с этой командой донателл и так оригинальный дони метает уголок снимают часть жизни тигриного когтя классический дони добавляет вот на плюшки мультяшный забрасывает сюрикенами дони из фильма что делает а он прокачивает уклонение это кстати друзья очень нехорошо ну что ж будем тогда стараться как-то пробивать удары и так не сумел справиться тигрин и коготь с дони из фильма хотя я был уверен что удар его пройдет ага досталось вот оригинальному тем не менее дони тигринный коготь дони из фильма удалось зацарапать классический стреляет из вертолета но тигрины коготь ему мстит у него проявилась способность контратаки вот дони из фильма еще прокачал что он прокачал по моему дополнительную защиту до а тигрины коготь тем не менее атакует массовая атака есть оригинального классического выбил без проблем и остался только мультяшного которым он бьет как и вот не катаны этого нас мечетой добивает и мы празднуем победу супер ну что ж враг уничтожен и мы переходим друзья к следующему эпизоду но вначале давайте-ка соберем нагло раду днк донателло классического супер и так замечательно друзья шестой эпизод и давайте-ка я возьму а вот те герои которые сегодня еще не участвовали так бакстер муха и прил они пульверизатор ну и все друзья очистить остальные герои у нас участвовали в сражениях и давайте-ка потестируем как справится эта тройка вот и так что нас ожидает и это у нас люди грибы ох не вредины и они первыми атакуют ну с другой стороны здорово что у нас есть лекарь в отряде даже два лекаря они смогут подлечиваться ну а пока давайте-ка как-то пробовать выбивать врагов и так удар химическим веществом бакстера стокмана снимает часть жизни вот надеюсь apple его допинает да вот удалось и пульверизатор пытается вот добить этого грибочка есть вот неплохо вот кроме того грибочек пытается атаковать но я надеюсь что бакстер муха при помощи кислоты его добьет как-то не очень хорошо но удар веером и прилонил вот отправляет первого противника на перерождение а мы переходим ко второй волне и так что здесь у нас гигантские роботы кранга плюс один грибочек вот давайте-ка я усилю нашу атаку благодаря вот такой вот забавной способности пульверизатора вот можем подлечиться при помощи бакстера сток нам но мне кажется не время не время лучше будем пытаться уничтожать гигантских роботов креков кренгов и так и до телекинез и при срабатывает а пульверизатор тем временем вот так забавно дразнит врагов оскорбляя привлекая внимание и тем самым прокачивать дополнительную защиту вот враг атакует бедняжку пульверизатора но он очень даже неплохо держит удары вот пока мне подвечиваться кажется нет смысла будем пинать просто врагов тем чем есть ох как здорово справляется наши герои пульверизатор пытается добить последнего робота кренгов но это что-то слабо у него получается тем не менее пульверизатор добивает противника и мы переходим третьей волне и кто здесь у нас люди грибы синегами и плюк нычи и пульверизатор вот бакстер муха атакует отлично и при пытается добить очередного человека грибочка вот неплохо а пульверизатор пытается справиться со своим двойником и так пульверизатор против пульверизатора вот и не сумел добить своего двойника клона но бакстер муха ему пытался в этом помочь тоже недостаточно здорово сработал а вот синегами уже атакует вот отлично и так надеюсь что и при уже его до пина и да вот ударом ноги отправляет напереждение но и при куновичи вот метает свой веер почему-то он проходит мимо ну а мне нужно усиливать атаку и так пульверизатор продолжает прокачивать атаку а бакстер муха пытается отравить синегами вот удалось нанести на нее оглушение и веер эйприл кунаичи отправляет ту на перерождение просто супер вот пульверизатор тем временем дразнит эйприл кунаичи вот такими вот непристойными забавными жестами айприл просто поджаривает наш отряд при помощи цепных молний это было жестко тем не менее надо добивать ее вот снимаем половину жизни при помощи бакстера мухи и эйприл они надеюсь при помощи телекинеза и и допинает есть супер ну что ж сложно без массовых а так очень сложно спорта сражаться с противником а тем не менее надеюсь наши герои справиться и так пульверизатор бьет оригинального дони вот бакстер муха тем временем пытается подлечить наш отряд вот здорово и эйприл пытается допинать дони не сумела не сумела но тем не менее пульверизатор вот добивает оригинального дони что конечно же радует хотя друзья я не прав нужно быть выбивать на первую очередь дони ролевого он лекарь он может подлечивать и он может атаковать массовой атакой так что делает а он призывает ого друзья он прокачал дополнительную защиту плюс броню и это очень плохо враг тем временем дони космический прокачивает дополнительную атаку вот это очень очень плохо а до невидение качает и вот что он прокачал а он оскорбил и привлек внимание вот плюс прокачал дополнительную атаку что же друзья придется атаковать только до невидения удар поливеризатора снимает большую часть жизни и надеюсь что бакстер муха его добьет да вот допинал но сейчас время врагов атаковать и нашему отряду становится очень даже не сладко вот плюс дони вот космически пытается расплющить наш отряд при помощи метеора неплохо это у него получается ну а я пока пытаюсь справиться с дони волшебниками есть вот еще такие такой один удар и да не будет выбит есть удалось пульверизатору его запинать и вот еще надо добивать и этого робота крангов а вот дони космического я думаю мы оставим уже для последнего удара и так удар пульверизатора добивает этого робота вот а бакстер муха пытается отравить его вот плевком кислоты что ж надо усиливать нашу атаку и добивать ох очень непростой оказался бой все-таки противник оказался сложным но тем не менее вот победа практически у нас в кармане вот надеюсь бакстер муха сейчас вот при помощи кислоты его добьет да вот и так вот я увидите враг оглушен и парк пульверизатор ставит точку в этом сражении фу ну что ж скажу друзья битва была непростой но нам удалось победить и мы переходим последнему финальным эпизодом вначале собираем награду днк тонателло оригинального супер ну что ж друзья 7 эпизод и для 7 эпизода давайте-ка я возьму самых крутых и сильных бойцов бакстер стокман железная голова доктор роквелл мутагеноид и тигрины коготь вот этим отрядом мы пойдем в атаку вот 5 волн и надеюсь что сейчас мы вот просто запинаем врагов массовыми атаками так массовая так а тигриного когтя при помощи бластера вот снимает большую часть жизни это конечно же здорово радует ну и доктор роквелл не давайте-ка вот массовый удар доктор роквелл я пока приберегу вот просто вот так как-то попытаемся допинать врага отгрызается отгрызается вот этот один из роботов кренков но бакстер стокман отправляет его на перерождение а мы переходим ко второй волне вот и массовая атака ракетами из глаз железной головы ох как здорово снимает большую часть жизни роботов и мутагеноиды просто удается расплющить ладошками вот супер вторая волна уничтожена переходим третий но и вот к сожалению массовые атаки закончились тем не менее удар мечи от тигриного когтя без проблем отправляет противника на перерождение а доктор роквелл забрасывает уже холодно колющим оружием ну как видите враг выжил пытается даже контратаковать ну а я пока массовые атаки все же приберегу вот сейчас пройдут сильные противники поэтому вот давайте-ка мы это все прибережем вот из гнемета поджаривать очередного гигантского робота вы железная голова и мы переходим четвертой волне что ж здорово друзья и до массовая атака мутагеноида снимает большую часть жизни вот у врагов двоих врагов удалось отправить на перерождение но остальные еще выживает и так тигрины когать и добивает эйприл а доктор роквелл тем временем прокачивает дополнительную защиту неплохо и вот пришло время и бакстера стокмана и он выпускает ударную волну дабы добиваясь и снегами и сплинтера а мы переходим пятой волне в которой смотрите нас ожидают уже пять донател до не оригинальный дон неведения донни ролевой донни мультяшный и космический и первым делом я буду пытаться справиться с ролевиком вот кроме того что он может подлечить он может вот наложить дополнительную защиту и вот и еще атаковать массовой атакой вот железная голова тем временем навлаживает на врагов дебаф уменьшение скорости а тигрины коготь все же пытается доцарапать донни ролевика не получилось вот удар удар все же вот доктора роквелла отправляет того не на перерождение а бакстер стокман выпускает взрывных маусеров взрыв удар половины жизни удалось снять но как видите враг выживает надеюсь ненадолго и так удар кулака мутагеноида снимает часть жизни а тигрин и коготь уже добивает мультяшного дони отлично железная голова пытается справиться с оригинальным не получилось а вот доктор року уже помогает и так остался только космические дони которые пытаются усилить вражескую атаку хотя по моему лучше бы он бросал сбрасывал метеор тем не менее наша очередь и тигрин и коготь вот добивает космического дони при помощи бластера а точку ставить в этом сражении и в этой игре доктор року при помощи вот удара разумом телекинеза супер ну что ж друзья отличнейшая победа отличнейший бой и наша награда в этом эпизоде это днк далатерло космического ну а сегодня друзья мы с попами полностью прошли испытание день дони на этом сегодня я уже друзья буду вот с вами прощаться а вы пишите под этом видео свои испытания для следующего завтрашнего видео испытания космические странности кроме того друзья пишите в отзывах комментариях кого из героев прокачивать следующем видео я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев а чтобы не пропустить ни одну серию нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка и к вам будут приходить уведомления о новых видео всем пока друзья до новых встреч